всем привет с вами канал артмания и сегодня мы с вами будем сушить боярышник у меня такой боярышник я его набрала с дерева соседей вот его мыть я не буду поскольку я знаю что я набирал сама чистыми руками вот и я его буду сушить для того чтобы заваривать ну чтобы заваривать в термосе короче вот поэтому мы с вами вот тут будем раскладывать и потом я вам покажу какой он получился крупненький я буду откладывать крупненький я скушу сама сушу я уже кстати не первый раз первый раз я помню сушила купала его у бабушек прям вообще там помню весь рынок почти скупила его мне так понравился этот напиток что вообще прям сушила несколько не знаю я насушила вот такой же вот мешок как у меня здесь лежит только побольше по моему да это ташановский мешок а я насушила пятерочки или магнит такой мешок огромный вот и потом всю зиму прям вообще кайфовала пила вот он помогает от сердца вернее не от а для сердца вот на тот момент мне немножко пошаривала периодически вот поэтому мне он очень помог вот мы так раскладываем его вплотную так вот вам видно вот конечно все это тут высушивается все тут сразу сдвинется он кстати очень сладкий мне прямо ночь не понравился соседи я набираю второй раз поскольку они не приезжают как бы собираю их не плоды которые они хотят есть вот дача уже немножко забра заброшенная забрасывается вот принципе у нас так на даче принято если у вас чего-то нету вы можете пойти спокойно к соседям и это собрать вот у нас так так можно это не считается воровством или там чем-то еще то есть вы просто у нас такое просто мы помогаем друг другу соседям то есть у нас вот допустим полно яблок к нам соседи приходят за яблоками то есть они могут допустим если у нас нету они могут прийти через забор там перелезть или как-нибудь прийти просто эти яблоки собрать потому что они им нужны они приходят и собирают допустим у нас чего-то нет мы также переложим через забор у нас там дырка в заборе есть и идем к соседним у них это собираем ну допустим в данном случае нам вот у нас нет боярышника мы идем за боярышником у нас нет допустим черноплодной рябины вот я там позапрошлом году ходила перелазила через забор собирала черноплодную рябину у соседей вот в принципе вы в логе там увидите как я его собирала вот так мы его выкладываем плотненько запоминайте как он был потом я вам покажу как он стал как его стало мало сушилку кстати я покупала в медиамаркете за 1000 рублей 999 рублей вот и получилась этой сушилке такая история то что сначала я увидела ее вальдорадо вот ну что-то не знаю решила сомневался решил подумать обычно когда я сомневаюсь я не беру думаю нужна ли она мне зачем она мне что-то ну и ушла дома думала думала нужна не нужна ну думаю нужно как же я буду боярышник сушить думаю там слушать же люди там как раз на тот момент начали люди покупать сушилки то есть их до этого не было все сушили сами кто помнит вот думаю шиповник появится там думаю кто-нибудь угостит меня как я буду сушить думал просто на листочек положить и сушить думаю но это долго он сохнет в итоге он там у меня не сохнет он толком ну думаю надо взяла значит тысячи рублей пошла прихожу этого вальдорадо а там уже за несколько дней это сушилка уже стоит две с половиной тысячи ну представляете тысячи рублей и две с половиной офигеть меня так офигела вообще мне чуть плохо там не стало ну как подходит консультант вам помочь я говорю конечно помочь говорю вы чё офигели что совсем говорю она была дешево а стало как дорого ну вот приходите через недельку она может подешевеет я такая ну ладно прихожу домой думаю а что буду ждать недельку за эту неделю в остальных магазинах она тоже подражает ну какой смысл ждать мне начала искать нашла в медиамаркете есть пули туда прибегаю обувь меня в Ашан сначала иду там гуляю по магазинам сначала туда смотрю действительно она есть я говорю цена не собирается изменяться вот она соберется только вечером когда год уже все уйдут как бы все там люди по домам разойдутся тогда она может быть поменяется ну или утром например а сейчас нет я ее там отложила чтобы с ней не мотаться она такая довольно это большая такая коробочка пошла по магазин прогулялась вернулась забрала и и все вот у нас с вами уже получается третий ряд листочек вот у меня есть такой получится конечно здесь в два раза меньше я уже знаю так то сюжет неплохая конечно чтобы это был мой боярышник мое дерево я прям сушила бы каждый год пила бы его с удовольствием вот на еду ну не так он мне не очень нравится кушать его вот просто чуть-чуть себе отложу вот а вот именно вот посушить я люблю именно сушить люблю потом складывать это вот а пить потом все равно забываю могу забыть надолго муж может быть еще поезд шиповника вот только нету не можем нигде набрать вот раскладываем чуть-чуть даже не поместилось он кстати набирается довольно легко бояршник и быстро выравниваем опять так же выравниваем да кстати вы можете в плейлистах посмотреть как мы сливу сушили вот абрикос еще сушили но у меня удалилась первая часть не знаю и в следующем году дополню вот такая вот у меня карта памяти что может спокойно удалить что нибудь другую я вставила нормальная вот сюда ну да вот ну да У нас она вся заполнена. Убегает, убегает. Как семечки иногда их можно погрызть. Главное их там во рту правильно разгрызать. Тогда все будет хорошо. Тут тоже все раскладываем. Сигналит кому-то. Помещается. Ну вот, смотрите, я все сложила. Здесь я теперь кладу сверху крышку. И отправляю ее сушиться. Не знаю на сколько. Где-то градусов на 30-60 я поставлю. И потом вам покажу, что у меня получилось. Сколько получилось. Как получилось. Все это вместе с вами мы посмотрим. Для вас это пройдет 1 секунда. Для меня это несколько дней. Оставайтесь и смотрите дальше. Так, ну вот, смотрите, боярышник высох. Сох он у меня дня 3, наверное. Вот. Вот. У меня уже новая приехала. Сейчас буду, наверное, новая запускать. Вот. Сейчас мы ее соберем. Вот он какой получился. Не знаю, может быть он немножко пересох. Ну, в принципе, нормальный даже. Вот. Сегодня, кстати, я его попробую заварить. Завтра я попью его. Вот. И другая. Он, кстати, весь у меня высох. Я его меняла местами. Где-то, да, немножко потемнее даже получилось. Да, кстати, такая вот сушилка очень удобная. Вот. Он быстро довольно высыхает. А, сушила я его 55 градусов. 55, где-то вот так. Я знаю, что, по-моему, до 60, что ли, можно. Вот. Тут посветление немножко. Не знаю, как мы раньше без нее жили, господи. Вспомните, сушили, просто выкладывали на бумагу. И сохло. Что-то прогневало, что-то сохло. Какие они, смотрите, классные. Сморченные такие. Похожи непонятно на что. Ну вот, смотрите, получился вот такой мешочек. Такой вот он, видите, большой. Чуть-чуть я еще не доложила. Другие оказались немножко мягенькие. Потому что вот эта вот, она жесткая довольно. А те верхние были, они были немножко мягенькие. Я их отправила еще немножко посушиться. А сейчас я решила вместе с вами заварить в термосе. У меня такой большой термос. Вот. Где-то литра два, наверное. И в него я засыпаю два кулачка. Вот они. Раз. Два. Вот там. Должна им побольше. Ну, короче, я помню, что там дно должно покрыться. Наверное, у меня кулачки маленькие. Чего там не пойму я? Ладно. Немножко. Еще чуть-чуть добавлю. Вот. И обычно я делаю это в ночь. И с утра пью. Наверное, сейчас я сделаю. Время сейчас 12. И, в принципе, вечером можно будет уже попить. Вот. И также я вам покажу, какой получился напиток. На цвет, вкус. Ну, вкус, конечно, я попробую, не вы. Вот. Ну, это так. Смотрите дальше. Так. Ну, вот снимаю настой боярышника сушеного, как и обещала. Вот. Это вот у нас прошли уже сутки полные. Он такой темненький. Ой. Такой вот он довольно темный, интересный. Вот. Очень такой ароматный, очень вкусный. Мне очень понравился он. Вот. Может быть, еще потому, что я соскучилась очень по нему. Кстати, снимаю в своем любимом стаканчике. Покупала его в фехпрессе. Когда-то очень давно. Вот. Ну, и, в принципе, готовьте вместе со мной. Сушите вместе со мной. Я сейчас буду делать еще дальше. У меня еще целый мешок боярышникам. С дачи привезли бабуль с мамой. Вот. На сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. Жмите на колокольчик. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok